Здравствуйте! Сегодня в Хотлайн видео с вами Юрий Сидоренко и умный 40-дюймовый телевизор Philips PFS 6609. Телевизор это деталь интерьера, его не спрячешь в карман. Дизайн нашего сегодняшнего гостя простой, спокойный и он не отвлекает от просмотра. Серебристая рамка в округе крана, маленький светящийся логотип, тонкая почти воздушная подставка. Если вы захотите повесить его на стену, то на тыловой панели есть стандартные отверстия для крепления. Раз уж мы повернули телевизор тыловой панелью, давайте посмотрим, что там расположено. Итак, начнем с набора разъему. В наличии все, что может понадобиться, начиная с антикварного аналогового композитного входа до трех HDMI с поддержкой обратного аудиотракта. Выходы спутникового и эфирного сигналов раздельные. Для подключения к проводной домашней сети Ethernet есть RJ45, пара USB и слот для CAM-модуля. Динамик 1. Чтобы получить стерео или многоканальное звучание, нужно отправить аудиодорожку на ресивер. Благо присутствуют оба типа цифровых аудиовыходов, коаксиальный и оптический. Пара HDMI и 1 USB вынесены на боковую панель. Телевизор можно разместить почти вплотную к стене, а доступ к оперативным разъемам сохранится. Чтобы навести порядок в паутине кабеля, инженеры добавили хомутик. Мелочь, а приятно. По бокам две линейки светодиодов подсветки Ambilight. В комплекте идет белый пульт дистанционного управления. Красиво, но накладывает дополнительные требования на чистоту рук. Для поклонников 3D есть две пары активных очков. Если вдруг вы захотите смотреть отечественное цифровое телевещание, придется купить К-модуль. Все каналы, кроме одного, закодированы. Но включать такой телевизор ради наших условно-бесплатных каналов, это как стрелять из пушки по воробьям. Так что давайте разберемся с другими источниками. Посмотрим видео. Файлы могут находиться на USB накопителе или на жестком диске с этим интерфейсом. Причем телевизор обеспечивает питанием 2,5-дюймовые модели. Все тестовые фрагменты, сжатые распространенными кодеками, воспроизводились отлично. Звуковые дорожки, в том числе и DTS, были интерпретированы встроенной аудиосистемой верно. Как вы знаете, Philips PFS 6609 это умный телевизор. Причем это многогранное понятие, включающие как набор приложений и сервисов, так и целый ряд маленьких удобств, из которых складывается общее впечатление. Любите смотреть видеообзоры нашего канала или другие ролики на YouTube. Smart TV Philips позволяет упростить поиск. Достаточно ввести уникальный код на компьютере или планшете и связать эти устройства. Теперь находить видео можно на планшете, а просматривать их на большом экране. Помните красивый белый пульт дистанционного управления? Можно смело спрятать его в ящик и управлять всеми функциями телевизора со смартфона. Достаточно установить приложение My Remote. Кстати, My Remote позволяет направить цифровой контент с телевизора на смартфон или планшет, так что вы точно не пропустите захватывающий момент. А как насчет постановки передачи на паузу? Элементарно потребуется только свободная быстрая флеш-карта емкостью от 4 ГБ. Вы сможете досмотреть фильм или трансляцию именно с того момента, когда отвлеклись. Для полноценной записи нужен уже жесткий диск от 250 ГБ. Для комфортного общения в социальных сетях и Skype к телевизору можно подключить беспроводную клавиатуру. Если она совмещена с тачпадом, то появится и курсор мыши. Благодаря технологии Smart TV с Philips PFS 6609 можно получить доступ к веб-сайтам, подключиться к сервисам видео по запросу, устанавливать приложение из галереи. Коммуникационные функции этого телевизора не ограничиваются привычным воспроизведением из интернет или из DLNA сервера в домашней сети. Он умеет показывать картинку с экрана андроид-устройства по технологии Miracast. Это позволяет не просто продемонстрировать фото или видео из памяти смартфона или планшета. Любые приложения, в том числе игры, на большом экране захватывающее зрелище. Одна из ключевых особенностей этого телевизора – система подсветки Ambilight. Она помогает создавать атмосферу при просмотре кино или телепередач, освещая стену сзади в цветах изображения. Если загрузить приложение WaveU Flag, то подсветкой можно управлять со смартфона, превратив телевизор в миниатюрное подобие дискотечного света. В заключении посмотрим на результаты аппаратных тестов матрицы. Максимальная яркость составляет 260 кандел на квадратный метр. Можно посмотреть новости ярким солнечным утром, а для домашнего киносеанса в поломбраке стоит вернуться к заводскому 50% значению. Кривая гаммы почти линейная, с небольшим завалом в самых темных тонах. Цветовая температура мало меняется в зависимости от яркости. Цветовой охват приемлемый, только в области зеленых цветов он меньше, чем хотелось бы. В целом, можно смело сказать, что качество изображения соответствует требованиям к продукту такого класса. С вами в Hotline Video были Юрий Сидоренко и умный телевизор с иллюминацией Philips PFS 6609. Желаю приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok